Идея создания клуба давно теплилась в душе девушек-организаторов. В первую очередь им хотелось объединить тех, кто любит вышивать и рукодельничать, но по каким-то причинам стесняется этим заниматься. А еще им очень хотелось найти таких же увлеченных делом, чтобы была возможность не только поделиться опытом, но и научиться чему-то новому. История создания клуба «Рукодельный Улей» началась с сообщества в интернете, где девушки находили единомышленниц и просто общались. Виртуального общения стало очень малого. И мы решили встретиться, как сказать, вживую, показать работы друг друга, посмотреть, кто что делает. Здесь единомышленники, которые поддерживают друг друга. Мало того, мы с радостью все время убегаем от наших забот, чтобы побыть в этой среде, напитаться, это другое настроение. В конце 2018 года состоялась первая встреча «Рукодельниц», после которой девушки остались в клубе навсегда, потому как уже не могли представить свою жизнь без уютных посиделок и встреч. Сегодня здесь «Рукодельницы» разного возраста, социального статуса и профессии, но все они нашли общий язык и очень подружились. Я люблю очень вышивать. И когда я видела в интернете девочек наших, которые вышивают, мне казалось, боже, как я хочу к ним. Но вы посмотрите на наших девочек, они все такие, мне казалось, все такие вот такие строгие, такие все. На самом деле, когда я пришла, познакомилась, мы такие все простые, такие общительные, то есть никакого напряжения не было, ничего. Мы как-то как большая семья. Рой, мы жужжим. А по поводу вышивки, ну я просто люблю вышивать. И для меня это как-то так само собой получается. Это не то, что это как одушина какая-то. Девушки собираются на «Рукодельные встречи» каждую субботу. В клубе «Рукодельные улей» изучают работы самых разных дизайнеров вышивки. Литература и традиции, знакомиться с множеством производителей тканей и ниток, пробуют себя в различных техниках. Потому что каждый из мастериц привносит в улей что-то свое, вдохновляя остальных идеями и желаниями сделать нечто похожее. Стили очень разные. От каких-то натюрмортов, пейзажев. Сейчас стали очень популярны примитивные виды вышивки. То есть это такие, знаете, исторические сэмплеры, какие-то реконструкции. Это все становится еще более популярно, набирает обороты. С каждым разом участниц клуба становится все больше. Совсем скоро уютное кафе «Шерлок» не сможет вместить их всех. Поэтому организаторы уже сейчас ищут место просторнее. Кроме того, летом «Брещан» ожидает «Рукодельный фестиваль», который организаторы клуба планируют уже сейчас. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ».